здравствуйте уважаемые подписчики и зрители каналов гулагу нет и гриша московский рады вас приветствую сегодня у нас интересный эфир диалог беседы обсуждения очень важных тем но для начала я предоставлю слово гриши приветствую весь добропорядочный люд который смотрит youtube канал гулагу нет и канал гриши московского в первую очередь хочу всех поздравить с праздником воскресенья христовым христос воскресе пожелать всем здоровья терпения кто находится по ту сторону решетки всем хочу пожелать свободы золотой как говорится волюшки ну и остальным всем фарта масти и благополучия я вас слушаю да хорошо сегодня мы хотим поговорить о нескольких темах очень важных которые волнуют многих наших подписчиков и зрителей и в преддверии вот девятого мая с первой темы начнем с фашизма с недопустимости фашизма в 21 веке с капа разработчиков которые присутствовали на протяжении длительного времени терроризировали и пытали огромное количество людей в иркутских сезо-1 сезо-6 в целом ряде кстати вот это капа это твое как бы это ты это капа назвал их да по моему как я понял да иркутских этих разработчиков да потому что ну собственно говоря история такая очень многих называют в иркутске разработчики очень многие например москвичи которые работают в айти секторе связаны с компьютерами которые являются разработчиками каких-то программ они расстраиваются пишут ну какие они разработчики они садисты там извращенцы они присовщики разработчики это те которые там рудники разрабатывают или программы но точно не эти и я начал думать как правильно их охарактеризовать и я поднял историю и ты знаешь я провел аналогию с концлагерями с нацистскими концлагерями во время второй мировой войны и оказывается в целом ряде концлагерей были так называемые капа это заключение а что это значит капа вообще аббревиатура это как она капу или капо но это означало в полиция состава внутри лагерная полиция в концлагерях которая состояла из активистов заключенных то есть то есть самые беспринципные самые такие подлые заключенные которые соглашаются в обмен на улучшенное питание на безопасность на хорошую одежду на теплое спальное место делать все что угодно все что им прикажут по отношению к остальным узникам концлагерей и вот в данном случае конечно просматривается параллель потому что если смотреть на то что происходило в иркутских сизо-1 и в сизо-6 на протяжении практически десяти лет то мы понимаем что действовал пыточный конвейер который втягивал себя вот таких вот молодых физически развитых но с низкой моральной планкой ребят которые вместо того чтобы противостоять пыткам беспределу который там происходит соглашаются сначала быть внутрикамерными стукачами потом агентами влияния оказывая психологическое воздействие а потом уже дальше когда они подписали с оперативником контракта сотрудничестве то через несколько месяцев те самые кураторы и оперативники уже принуждали их участвовать вот в этих бей в бригадах и становиться вот такими капа разработчиками для того чтобы уже связывать следственно арестованных пить насиловать принуждая под угрозой того что если этот человек откажется совершать такие страшные вещи то его дальше разоблачат отправят в колонию покажут что он был стукачом деанонимизируют и дальше уже понятно что у него будет грустная история в колонии и вот так вот они этим конвейером набрали несколько десятков таких физически развитых ребят к сожалению которые за вот непродолжительное количество времени под контролем оперативников у фсб и гусин превратились вот в этих страшных капа которые уже просто превратились как зондер команда машины для убийств для изнасилований у которых уже им было без без разницы что делать с живым человеком только лишь бы вот сохранить свою собственную безопасность и конечно оперативники гусины у фсб проносили им алкоголь наркотики мобильные телефоны благо все благо условия в камерах у них были огромные плазменные телевизоры даже музыкальные колонки им приносили музыкальные центры для того чтобы они включали звук погромче вечернее время чтобы основная масса заключенных не слышали крики избитых и изнасилованных кстати вот знаешь вот ты вот сказал что морально как бы вот вы подбирали таких да морально вот а еще они еще и подбирали вот тех которые в тюрьме до до зоны до зоны до зоны они были в тюрьмах там смотрящими там еще какими-то там то есть авторитетами какими-то эти тоже оказались мозгами не сильно оказывается блистали но самое плохое что то что они знали изнутри всю эту как бы жизнь вот эту я извиняюсь за тавтологию блатную вот эту да изнутри знали я много встречал таких положение с бутырьки был положенцем бутырьки от трех воров он приехал в арже и стал завхозом столовой сперва потом стал завхозом отряда и зампобором он был как бы как отец и сын я не знаю может они целовались там может они они ходили вдвоем по плацу вот так вдвоем по плацу тусовались как будто хозяин и его подчиненный да таких очень много на матроске был положенец матроски был такой климов олег клим его была кличка тоже приехал в мордовию также стал замхозом столовой и такой оказывается был козой такой был оказывается вот невыносимым человеком невыносимым вот да ты ты правильно подметил что они изнутри знают как устроен преступный мир какие существуют устои и внутренние правила в среде заключенных они ловко манипулируют ими жонглируют используют для того чтобы психологически и физически ломать мы опросили не только пострадавших осужденных которых били и пытали в пресс-хатах сизо-иркутска но нам даже удалось разговорить несколько бывших разработчиков которые то ли их совесть замучила то ли они боятся что их посадят на ножи и они таким образом пытаются как-то себе искупить свою вину в общем несколько разработчиков мы опросили видео с одним из них мы опубликовали на канале несколько других мы пока держим для последующего так вот эти разработчики рассказывали что они действовали согласованно и под контролем оперативников не только сизо номер один и сизо номер 6 но также их курировали оперативники в ГУФСИН России по Иркутской области и оперативники из отдела М у ФСБ по Иркутской области то есть тот самый отдел который должен заниматься контрразведывательным обеспечением и борьбой с коррупцией в финансарной системе соучаствовал и конкретно мы даже можем назвать имя старшего персплономочного да который курировал эти пресс-хаты и со стороны ФСБ давал соответствующую поддержку и установку и оперативникам и разработчикам это старший оперуплономочный Воробьев Павел Юрьевич. По нашей информации, кстати говоря, после наших эфиров, после того, как я ему из Франции мы нашли его мобильные телефоны, нашли служебные телефоны вот этого секретного отдела контрразведки у ФСБ в Иркутской области. Я из Франции спокойно по мобильному телефону позвонил ему, чтобы его немножко поругать и задать ему вопросы вообще, как он спит и как он считает и так далее. Но Воробьев не додумался ничего лучше, как доложить своему руководству, что Осечкин из Франции ему звонил, что Осечкину известны его номер мобильного телефона, его городской рабочий телефон и так далее. Там началась служебная проверка не по поводу того, что Воробьев причастен к пыточному конвейеру, это они знали, это они организовывали. А как ты нашел телефон? Да, да. Ну, соответственно, когда уже доложили как бы в Москву, насколько нам источники сообщают, дальше уже, в общем, сказали, что такой контрразведчик ФСБ не нужен. Не нужен. Он уже как бы спалился, все его фотографии, личные данные все известны. Но на самом деле, как бы, да, смех смехом, но здесь важно понимать, что это очень страшно. Нет, я смеюсь не за того, что это было смешно, то, что такой вот, ну, просто. Ну, мы просто понимаем, как работает эта система. Да, вот, вот. Призывать к гуманизму огромную, гигантскую, репрессивную систему бесполезно, к сожалению. Бесполезно. Нужно действовать, нужно понимать, как работает государственная система и делать все возможное, чтобы остановить этот пыточный конвейер. Вот мы сейчас за эти месяцы под пристальным общественным контролем, которым мы с тобой сейчас занимаемся, вот, тысячи наших подписчиков и зрителей в Иркутске и в других регионах России и по всему миру, мы все вместе с вами занимаемся настоящим общественным контролем. Не эти ОНК, которые состоят наполовину из бывших сотрудников СИН, Ничего они не делают. Да, половины просто там... А мы с вами берем, об этом разговариваем, это изучаем. И вот, если вот вернуться к этим разработчикам и к этим тем устоям, которые они знают, вот эти вот оперативники у ФСБ и ГУФСИН рулили разработчиками таким образом, чтобы эти разработчики играли на внутренних тюремных правилах с тем, чтобы заключенных сначала связать, избить, а потом совершить в отношении него сексуальные, насильственные действия сексуального характера в извращенной форме, по-русски вообще садомия. Вот то, что они творили, это извращение. Садомия. Абсолютный грех. И вот они это либо совершали с человеком, либо угрожали тем, что они это сделают, и дальше уже человека психологически или физиологически ломали и принуждали его подписывать любые показания. И вот у них это называлось, знаешь, как... То есть сами сотрудники, в том числе начальник СИЗО Макеев, замначальник СИЗО по безопасности оперативной... Это СИЗО Иркутска. Да, СИЗО 1 Иркутска, да. Игорь Макеев, его зам Антон Самара, начальник операдела Максим Вольф, они в обиходе применяли при общении с заключенными выражение приколотить гребень. То есть будешь сейчас что-то там заявлять о своих правах, писать какие-то жалобы правозащитникам, прокурорам, мы тебе гребень приколотим. И вот здесь в данном случае мы приходим к тому, что это никакая была неисправительная система, при том, что силовики рассказывают, что у нас там президент силовик, все силовики, у нас много денег, у нас много броневиков, и 3 утро абсолютно не в рамках закона. Вот то, что они делали, используя вот эти пыточные пресс-хаты, изнасилования, угрозы изнасилования, это тяжкие, особо тяжкие преступления. Да. А вы не можете рассматривать, это пыточный конвейер, и это преступление против человечности. Как письмо, вы же читали, письмо написал, когда Навальный первое письмо еще написал, опубликовали это письмо, я, говорит, не мог представить, что в 100 километрах от Москвы находится концлагерь. Гриш, ты будешь удивляться, мы с Алексеем Навальным работали несколько лет подряд, практически рука об руку, у нас соседние были офисы, мы с ним регулярно вместе за соседними столиками в кафе, в ресторанах ходили обедать, я еще, кстати говоря, удивлялся, зачем он с собой отдельную бутылку запакованную приносит в ресторан и не пьет из стаканов, которые ему официанты ставят на стол, как в воду глядел. Так вот, он тогда занимался борьбой с коррупцией, а мы занимались борьбой с пытками на протяжении длительного периода времени. И, к сожалению, его ребята из его команды, они нам тогда говорили, что вы делаете тоже очень важное дело, но если мы будем поднимать вот эту тему и концентрироваться на ФСИН, на ФСБ и на защите прав заключенных, то, во-первых, это очень рисково, во-вторых, тема такая, мне не понравилось, как они сказали, но это прозвучало так, что тема такая маргинальная, что у нас наша аудитория, вот эти ребята айтишники, интеллигенция творческая, они заключенные, ну да, общие права, но мы за защиту прав политических заключенных. И в данном случае сейчас то, что спустя 7-8 лет мы понимаем, что Алексей Навальный сам стал заключенным, очень многие люди из оппозиции, вот в том числе вот эти вот молодые ребята, они сами теперь становятся заключенными, попадают за стенки, и теперь очень многие люди, у них, они по-другому начинают смотреть на вещи, и они понимают, что на самом деле нельзя было делить людей на политических и неполитических. Потому что, когда кого-то разработчики связывают по команде ФСБ, связывают, снимают штаны, загибают буквы Г и вставляют швабру, разработчики не разбираются политически, экономически, какой-то рецидивист, впервые попавший, какая команда сверху поступает, что и происходит. И поэтому вот наша задача вот этого эфира и последующих эфиров, я очень надеюсь, что наши с тобой аудитории услышат наши подписчики и зрители, мы будем с каждым днем объединять усилия, чтобы вот с этим преступлением против человечности, с этой садамии, с этими массовыми пытками, изнасилованиями, мы начинали уже бороться все вместе. И да, конечно, политические оппозиционеры могут в первую очередь защищать политических заключенных, но в целом нужно защищать права человека, потому что никого нельзя подпекать пыткам, изнасилованиям и вот этой страшной садамии. А вот Вов, вот смотри, они, ну, вот ты сказал, что вот интеллигенция, там вот эти, все эти, они смотрели, что заключенные, а ты возьми раньше, да, вот когда ГУЛАГ был, да, раньше, Танич, потом, сейчас перечислять, их очень много. недавно был в космонавтике Сергей Борисович Королев, который построил ракету, благодаря которой Гагарин оказался в космосе, он тоже проходил через ГУЛАГ, его челюсть сломали на допросах, как бы он... Да, да, все, вот сколько вот серьезных вот этих певцов, там возьми, композиторов, возьми, там писателей, возьми, там песенников, возьми, все они сидели, Марк, Марк Рубен, как его, Рубенштейн, или тоже, по-моему, сидели, многие все сидели, и раньше не было такого, не распределяли вот так, понимаешь, человек, права человека, есть человек, какая разница, он артист, он интеллигент, он или он простой работяга, заключенный, который там нарушил закон, украл там, извини меня, там картошку, не имеет значения. Я так думаю. И я с тобой согласен, потому что, ну вот сейчас, сегодня у нас 4 мая, а через несколько дней в Европе 8 мая, в России 9 мая будут праздновать победу во Второй мировой войне, в России называют Великой Отечественной войной. А это была Вторая мировая. Да, Вторая мировая. Ее выиграл весь народ, все вместе. Ее не выиграла только Россия, во-первых, ее выиграл Советский Союз, там у меня дедушка погиб на войне, он в Керчи погиб на войне, мне бабушка всегда рассказывала, понимаешь, и выиграли, мы все вместе, как бы, там не было нации, нации не было тогда, тогда нации не было, никто не говорил, ты грузин, а он еврей, а он русский, а он украинец, а он там узбек или таджик, понимаешь, мы были единым советским народом, который стал и выиграл. Да, то же самое, и мою семью это коснулось, и мой прадед, и старший брат деда воевали, и другой мой дед тоже воевали, и кто-то из них погиб, страшно погиб, кто-то выжил, но хромал всю жизнь до конца жизни, то есть, на самом деле, практически нет ни одной семьи на всем советском пространстве, чью бы семью не задела эта страшная война. И для нас, конечно, очень важно, в первую очередь, чтить память предков и ценить то, что было, и низкий поклон всем, кто отдал свои жизни. Низкий поклон, согласен. Но в то же время сейчас, вот, 2021 год, 21 век, уже современные технологии, мы уже запросто там, мобильный телефон можем вынести там, в лес, куда-нибудь, на берег реки, океана, созвониться по видео, сейчас благодаря, но все это происходит, к сожалению, вот, в застенках российских тюрем, в целом, ряде учреждений, сейчас идет попытка, вот, повторения, вот, этих вот, фашистских, пыточных, человечных методов, по отношению к заключенным. И я, например, вижу точно опасность, что если мы сейчас именно всем миром не обратим внимание, вот, на то, что происходило в Иркутских СИЗО-1 и СИЗО-6, и, на самом деле, такие пыточные конвейеры, они еще в целом, ряде регионов, очень много действуют, Красноярск, Омск, Киров, Карелия, Карелия, можно, мы обязательно к этим регионам, постепенно, в течение этого года с Гришей, я надеюсь, будем возвращаться, и мы, да, 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 но просто на Иркутске, на примере Иркутска, сейчас нам удалось так глубоко копнуть, нам, нашим коллегам-экспертам, адвокатам, и мы сейчас более подробно понимаем, как этот конвейер был устроен, и вот наша задача, как я вижу, вот всех, кто сейчас смотрит это видео и может посмотреть, наша задача объединять усилия для того, чтобы разобрать этот пыточный конвейер на запчасти по механизмам, сделать все возможное, чтобы каждый из сотрудников ГУФСИН, УФСБ, кто на это закрывал глаза из прокуратуры, кто участвовал в этом в качестве разработчиков, все они понесли заслуженное наказание права правого поля. Кстати, Вов, то, что делаете вы, то, что делаете вы, это очень дорогого стоит, и я хочу просто это давить, да, я в каждом почти видео, когда касался, да, вот в своих роликах, когда касался вот этих разработчиков, я можете все просмотреть, я, ну, может, не во всех, но через один я всегда говорил, то, что делает Владимир Осечкин, это дорогого стоит, вы многие языками только чешите, и там начинаете там парафинить людей, вы не знаете, какой это труд, какой это адский, кропотливый труд, и плюс еще, это, извините меня, это страх, у каждого из нас есть семья, и каждый, мы хотим, чтобы у нас в семье было все нормально, а когда мы таких людей в вашем лице, я говорю, вы таких людей выводите на чистую воду, ну, грубо говоря, да, простым людским языком, я скажу, выводите на чистую воду, то есть, понимаешь, сколько врагов у тебя появляется, сколько врагов у меня появилось за эти пять месяцев, это ужас, и это должны понять, люди должны это понять, должны понять это все те, кто подписан на нашей канале, все те, кто, ихние родственники, ихние близкие, должны последовать им, и также подписаться должны, и как-то принять хоть какое-то участие в этом, потому что мы только, как ты правильно говоришь, вместе сила. Спасибо тебе большое за поддержку, и спасибо нашим подписчикам и зрителям уважаемым, которые нас поддерживают, для нас это на самом деле очень важно, это для нас не бизнес, это даже не работа, потому что мы за это никаких денег не получаем, мы только на это тратим свое время, свою жизнь, свои ресурсы, в том числе и финансы на оплату каких-то адвокатов и работу тех, кто нам помогает готовить видео, но для меня я считаю, что это наша возможность остановить зарождающийся в недрах целого ряда тюрем вот этот фашизм с тем, чтобы вот эти пыточные конвейеры, они не масштабировались, потому что если вот те, кто нас сейчас смотрят, подумают, ага, вот Гриша, Вова, еще там ряд людей, правозащитников, что-то они делают, отлично, я переключаю канал и посмотрю какую-нибудь историю про котиков, про то, как красиво там танки по Красной площади и так далее, вот горстка людей не сможет справиться с этой макиями, если сейчас все общество вот, которое слышит нас и видит и которое живет в России на всем постсоветском пространстве, если сейчас мы все вместе не объединимся и не начнем кампанию против этих пыточных конвейеров и против этой садомии, дальше эти пыточные конвейеры будут масштабированы и эти разработчики будут легализованы под видом разъяснителей во всех СИЗО и дальше уже у нас сколько 10, 15, 20, 30 правозащитников и блогеров, а с той стороны будут сотни учреждений, у нас физически ни времени, не хватит ничего помочь всем, поэтому у нас нет никакой монополии с Гришей и с другими нашими коллегами, никакой монополии у нас на тему борьбы с пытками на правозащиту нет, поэтому я призываю вот всех, кто нас смотрит, заводите каналы в своих регионах, при СИЗО, при колониях, где у вас родственники, друзья, создавайте свои небольшие каналы, мы будем вам давать поддержку, сколько мы сможем, потому что чем больше нас будет в медиапространстве смелых людей, которые не боятся и будут разоблачать эти пыточные конвейеры, тем быстрее мы сделаем все возможное, чтобы победить вот этот фашизм, вот этих КАПа и их кураторов, организаторов в 21 веке, в ближайшие годы. Кстати, Вов, а ты не слышал, есть тоже такой небольшой канал, Жизнь, боль, по-моему, называется, парень сам сидел вот в этом Екатеринбурге, на двойке, отсидел, Антон его зовут, кстати, он мне очень много поможет, вот я имею в виду в том смысле, что, ну, я не разбираюсь в технике хорошо, ну, в компьютере, а он, и он рассказывал, как он прошел там, а он мне это потом еще отдельно рассказал, то, что на видео он рассказал, это одно, а то, что он мне рассказал, я был в красном лагере, но то, что он рассказал, это было ужас, это было ужас, и человек, он очень порядочный, вот такие парни, если будут вот в таких местах, он живет где-то тоже там, ну, где-то около Кургана, где-то, я не помню сейчас точно, и у него тоже есть свой блок, там, небольшой, тоже, вот он про этих всех рассказывает, вот такие, вот такие нужны парни, вот такие. Ну, мои слова о поддержке и уважении Антону за то, что он делает, я думаю, что в ближайшие дни или недели, я думаю, что мы свяжемся и тоже сделаем с Антоновой, будем друг друга поддерживать, объединять усилия. Кстати говоря, да, я сегодня в комментариях встретил, по-моему, вот кого-то из подписчиков, который как раз об этом канале рассказывал, я написал, что вот наш электронный адрес, чтобы если, возможно... Боль, по-моему, называется жизнь, боль, или как-то вот так. Ребята, кто ведет этот канал, пусть нам пишут, с удовольствием поддержим и будем обсуждать вместе. А он один ведет этот канал, Антон его зовут, он один ведет этот канал, и потом как-нибудь я попрошу его, чтобы он тебе написал и пообщаешься сам с ним. Вообще, знаешь, мы можем, мне кажется, сейчас покреативить с тобой прямо на ходу и придумать вместе с тобой с уважаемыми подписчиками и зрителями, может быть, нам сделать как альтернативу вот этим вот ОНК, которые превратились в рупор силовиков и озвучивают то, что им нужно. Можем сделать альтернативу, альтернативную ОНК, настоящую, большую, федеральную общественную наблюдательную комиссию, в которую будут входить блогеры, ютуберы, правозащитники, адвокаты из разных регионов, которые в режиме нон-стоп онлайн на своих каналах размещают информацию о том, что нам становится известно в местах лишения свободы. И дальше уже вот под этим нашим реальным общественным блогерским и журналистским контролем мы будем уже направлять соответствующие обращения вот этим вот местным ОНК и уполномоченным с тем, чтобы они ездили, проверяли и потом рассказывали нам, а те, которые будут это скрывать, либо бездействовать, либо умалчивать, потом будут становиться персонажами со знаком минус, чтобы общество понимало. Но, Бог, знаешь, вот я тебя понял, да, эта идея шикарная, но одно, но они в России находятся, мы с тобой находимся в Европе, они в России находятся, их могут в любое время, могут, ну, ты же понимаешь, что могут. Вот для этого мы с тобой нужны им, вот для этого мы с тобой нужны им. Наши контакты всем известны, и как нам удалось за последние 10 лет сделать такой большой проект «ГУЛАГу нет», потому что у меня есть принципы. Я в жизни никогда не подставил и не сдал ни один источник, ни одного информатора, ни одного ошибок, ни среди заключенных, ни из среды каких-то членов ОНК, ни из среды сотрудников ВСИН и других госорганов. Мы на протяжении пяти лет в России действовали в таком формате, и когда уже администрация президента и ФСБ начали приглашать меня на какие-то встречи и склонять меня к какому-то сотрудничеству, в обмен обещая мои продвижения в Путинский этот совет по правам человека, в Госдуму, деньги мне начали предлагать, что там нарежут какие-то темы, с которых я буду обеспеченным богатым человеком. Я сказал, что я первые пять лет этого проекта и свои деньги вкладывал, и душу, и деньги, не для того, чтобы потом каким-то образом это обналичить и разменять, а потому что я на самом деле хочу добиться изменения, чтобы эти пытки прекратились. И поэтому, когда меня поставили перед выбором, я просто уехал из России в Европу, об этом тоже отдельно как-нибудь можем подробно поговорить, но в общем мы сохранили нашу независимость, и кто-то там, знаешь, иногда в комментариях подкалывает, что вот, типа, вот он легко из Франции, говорит, да я уехал с родной страны, оставил свой родной дом, большой, хороший дом, большие красивые апартаменты и так далее, и пошел на определенные лишения вместе со своей семьей только для того, чтобы сохранить независимость, для того, чтобы продолжать вести влагу нет. И мои принципы, и вот то, чем мы сейчас занимаемся, они стоили для моей семьи очень больших приключений, лишений и сложностей. Поэтому, в общем, твоя мысль очевидно очень правильная, и нам надо подумать, и если какие-то члены ОНК нас смотрят, и они действительно понимают в душе, что важно помогать заключенным, важно разоблачать пытки, важно разоблачать факты коррупции, ничего не бойтесь, либо обращайтесь к нам, мы не сдаем источники, либо подстраховывайтесь все равно, регистрируйте какие-то анонимные аккаунты, пишите нам от Ивана Ивановича Иванова, нам на буллоку. на гмл. на электронный адрес и Грише в мессенджерах, и мы будем брать вашу информацию и использовать ее для организации последований проверок. Да, я с тобой согласен, то же самое, то же самое, я так скучаю по Москве, я родился в Москве, я вырос в Москве, я закончил школу, я закончил институт, я футбол играл, у меня столько друзей в Москве, понимаешь, я так скучаю по Москве, я не могу туда ехать, не могу туда ехать, потому что я знаю, что у меня будут приключения и приключения не очень хорошие, которые итог может быть летальный. Это точно, это точно. Я и так болею, и так у меня столько болезней, мне 50 лет, и сейчас, не дай бог, попасть в российский вот этот пыточный концлагерь, это я повешусь там, потому что я не выкину уже вот это все, и здоровьем не выкину, и все. Так что ты прав, тут миллион берегите себя, берегите все. Спасибо, спасибо, я тоже тебе взаимно, тебе тоже самое желаю. Знаешь, я бы хотел обсудить еще вопрос солидарности, взаимной поддержки, и в первую очередь солидарности с пострадавшими от пыток, потому что это очень болезненная тема, и я сам когда-то проходил неоднократно через пресс-хаты, были истории, про себя отдельно расскажу, но это страшные такие места, в данном случае по отношению ко мне каких-то извращений не было, не допустили, была достаточно серьезная поддержка со свободой страны адвокатов, и папа журналистов, видимо, каким-то образом их останавливало, но я был в одном шаге от того, что со мной могло тоже самое страшное для мужчины произойти. С любым, с любым это может случиться. и то, что нам сейчас известно, а я хочу повторить, если кто-то забыл, что 8-9 апреля 2020 года в Иркутской колонии номер 15 прошла массовая акция протеста осужденных, которые протестовали против избиения рукоприклассов со стороны оперативников в помещениях ШИЗО ПКТ, которая в последующем уже переросла в очень серьезное противостояние с сотрудниками ГУФСИН, и именно из-за безграмотных действий руководства ГУФСИН и из-за коррумпированности, тотальной коррумпированности этой колонии, потому что там руководство, и все руководство этой колонии и руководство ГУФСИН были завязаны на коррупционных схемах распила, в прямом смысле этого слова, Иркутского леса, там тысячи гектаров вырубались, были очень серьезные... Я смотрел, кстати, твой этот выпуск. Да, мы скрыли очень серьезные махинации, там они из бюджета, украли сотни миллионов рублей, лес вырубили, в том числе кедр, орехопромысловый, которому он сотни лет должен стоять и давать просто орешек, его надо беречь, они все это на корню варварски вырубили, 90% вырубленного леса, закрепленного за ИК-15, даже в колонию не заезжало. Все прямиком уходило с контрабандой в Китай, под одни и те же самые декларации леса вывозили, под одни и те же документы вывозили разные объемы леса, то есть там деканская была коррупция и вот это их надо не то что арестовывать им надо на пожизненное сажать их пожизненное то что они сделали против государства против собственного народа да это очень страшные преступления я думаю что мы к этому вернемся чуть позже так вот если вернуться к этой акции протеста то есть с одной стороны была была коррумпированная администрация которая похищала имущество государства и сотни миллионов рублей наживала там усадьбы себе строила квадроциклы снегоходы джипы десятки элитных ружей каких-то итальянских бенелли лазерные прицелы тепловизоры ну это знаешь как мультимиллионеры были и вдруг те кого они считали всю дорогу рабами которых они эксплуатировали как рабов вообще им ничего не платили или платили какие-то мизерные копейки на промзонах бедные несчастные ребята там на промзонах сутками горбатились делая без всяких денег вот эти вот усадьбы которые мы потом в последующем видео показали у него там гигантский дом рядом баня рядом гаражи рядом коптильни какие-то беседки то есть ну это знаешь как местные такие царьки и вдруг это отец и два сына да абсолютно и вместе с ними еще там целый ряд коррупционеров из УФСБ из ГУФСИН из прокуратуры и вдруг вот эти вот ребята которых считали вот эти вот мафиози они их считали как своими рабами и привыкли чуть что за невыработку нормы чуть не так посмотрел там в глаза на начальника сразу привыкли моментально утаскивать в штрафные изоляторы в ПКТ и дальше уже как бы там бить и вот в один момент просто люди которых там избили они этому противостали они сказали что у них есть честь и достоинство что хватит уже как бы нас бить вот пришли из колонии услышав крики в ШИЗО в ПКТ сотни мужиков ринулись в помещение и освободили вот тех вот бедолаг которые сидели в штрафных изоляторах в камерах и кого реально эти оперативники а мы их знаем имена фамилии это Яскевич оперативник это оперативник Порыгин соответственно да они основная масса освободила узников из ШИЗО из ПКТ и потом в последующем они не начали устраивать какой-то беспредел они потом разошлись по помещениям отрядов те которые были там старшими в колонии как бы ребята объяснили что ребят все освободили дальше вызываем там прокурора начальника колонии начальника КУСИН и давайте обсуждать потому что вот человек в синяках вот факт налицо что в отношении него было превышение полномочий к применению насилия давайте разбираться чтобы этого больше не было как бы ну чтобы нас перестали как бы трогать и вместо того чтобы разобраться вызвать следственную оперативную группу зафиксировать побои на этом заключенном его зовут Антон Аболеничев вот вместо того чтобы на нем зафиксировать побои передать материал и возбудить уголовное дело по превышению полномочий к применению насилия в отношении оперативника Порыгина вместо этого у них началась вот эта бычка у силовиков как это так у нас здесь как бы сотни миллионов какие-то интересы и тут ну они реально как бы относились к людям в колонии как к рабам потому что они людей как бы ставили в такое положение в пресс-хатах СИЗО начальник вот этой вот колонии номер 15 был Андрей Верещак а его два сына они работали в штабе и в оперотделе СИЗО-1 понимаешь как там все было завязано и вот когда они увидели что масса поднялась вместо того чтобы успокоить и сделать все так как надо сделать по закону они решили пойти на это силой сломать хребет чтобы больше заключенные не пытались отстоять свои права и чтобы были послушны и они дальше уже как бы туда ввели там спецназ сводный отряд ОМОН Росгвардия прибыла началось вот это вот жестокое жестокое насилие у меня есть официальный ответ из ФСИН где один из руководителей ФСИН России мне подтвердил что физическое насилие и спецсредства применились по отношению к 415 осужденным ты можешь себе такое представить за всю историю вот сколько я знаю например за всю историю современной российской тюремной системы за последние 10-15 лет было поголовное массовое избиение дальше они этих избитых заключенных связали бросили уже голыми связанными кто-то в трусах кто-то даже без трусов штабилим один на другого в автозаке и развезли по пресс-хатам в СИЗО-1 и в СИЗО-6 и дальше уже вот то что нам сообщают источники вот этот вот начальник номер 15 верещак он звонил ну понятно что там он со своими детьми со своими сыновьями вообще всегда на связи эта семья и помимо этого он звонил еще своему другу Игорю Макееву начальнику СИЗО-1 Арслану Мажидову начальнику СИЗО-6 с тем чтобы пожестче пожестче с теми кто там бунтовал чтобы они подписывали те показания которые были нужны вот этой мафии не чтобы это вот это вот и есть ОПГ вот это и есть ОПГ организованная преступная группировка как раньше говорили вот это и есть ОПГ больше ничего да именно так то есть там на лицо у них и общак будет свой вот так если взять у них и общак будет свой я даже не сомневаюсь в этом видео пропало все отлично есть все нормально опять видео пропало да сейчас ничего ничего это я я сейчас наберу моя мне переживает где я нахожусь звонит и сейчас я ей скажу что семья это очень важно тогда я пока продолжу я просто уважаемым зрителям и подписчикам хочу рассказать что получилась ситуация такая что вот этих вот избитых ребят которых привезли в автозаке я наберу тебе я записываю 10 и 11 апреля 2020 года да их пускали из значит рука давай давай скажи пусть не звонит да вот и ребят 9, 10 и 11 апреля их массово уже связанных избитых развозили в СИЗО 1 и в СИЗО 6 там их встречал коридор с дубинками с собаками сотрудников ГУФСИН где их из автозака по одному уже представляете себе там 9, 10, 11 апреля Иркутск холодно да холодно 7, 8, 10 градусов а ребята по несколько часов лежали на плацу на полу их избивали пожарная машина поливала водой по ним ходили по головам по спинам ходили сотрудники спецназа в шлемах в масках их били кому-то пытались ставить резиновую дубинку в задний проход прямо там на плацу при всех ужас потом их везли в автозаке по несколько часов они там провели штабелем набитые без без обуви без одежды кто-то в трусах еще раз подчеркну кто-то голый кто-то связанный кто-то не связанный а вот это все не было сценарием сделано вот по сценарию все это не было сделано как думаешь вот то что стало известно за этот год то что мы собрали из источников из ФСИН из Минюст да значит вот здесь две версии первая версия это вот эта вот иркутская мафия оборотней в погонах решила так проучить и как бы это имеет место быть это ну так и было но помимо этого помимо этого есть еще один источник но больше другой информации нет только вот этот источник есть возможно если этот человек согласится и когда-нибудь он переедет в Европу и может быть он расскажет об этом открыто один из сотрудников этой службы он сказал о том что лично начальник главного оперативного управления ФСИН России Евгений Гнедов генерал-лейтенант да именно Гнедов контролировал вот эту историю с тем чтобы как можно более жестко наказать восставших заключенных показательно с тем чтобы потом ни в одной другой колонии из 500 колоний ФСИН России заключенные даже не думали и чтобы их бросало в дрожь и в пот от одной мысли что они что-то там ултонут и дальше вот с ними то же самое произойдет по этому скитарию это как говорится чтобы другим неповадно было да но это не имеет никакого отношения к закону к государственной службе к тем полномочиям которые есть у сотрудников ФСИН и все что там творилось вот это поголовное массовое избиение унижение связывание унижение перевозка голых на автозаках избиение их в СИЗО потому что есть некоторые ребята которые уже освободились я надеюсь что кто-то кто-то из них сейчас готов будет говорить об этом открыто под видео да они рассказывают этих заключенных массово избивали и когда их увозили из ИК-15 и привозили их в СИЗО один у них они видели сами как в плацу без сознания уже лежат люди и когда их развезли а это развезли около 500-600 человек а их что голыми везли в автозаках голыми везли да вот были связаны их бросали вот так вот как бревна их связывали с штабелями понимаешь как бы там кто-то начинает шевелиться им там этот баллончиками сверху дубинками но спецназ как понимаешь против них они голые связанные уже избитые измотанные физически изнеможденные больше суток без сна и за любое там голову поднимешь глаза откроешь избиение и ребята рассказывают что когда их увозили с ИК-15 они видели как на плацу около 40-45 человек лежат без сознания в крови и когда их в пресс-хаты бегом-бегом в положении буквы Г 9-10 вот 10-11 апреля закидывали в эти пресс-хаты пропускать через коридор некоторые из них не выдерживали вот этих избиений тоже как бы без сознания падали то есть некоторые ребята рассказывают когда они уже бежали они видели как те с кем они ехали в автозаках кто перед ними шел видимо получив самые сильные удары они там лежали кто-то стонал а кто-то без сознания уже лежал голый или в трусах в крови в коридорах и дальше и это не самое страшное с ними произошло а дальше произошло самое страшное их сами сотрудники следственного изолятора сотрудники ГУФСИН их связывали и забрасывали их в пресс-хат да ты что уже привезя туда в Иркутск в СИЗО пропустив через вот эти коридоры через эти избиения их забрасывали в пресс-хаты к разработчикам и им там дальше уже надевали мусорные мешки на голову да ты что связывали и забивали их под шконки прям как бы сколачивая то есть там 5-6-7 разработчиков здоровых этот уже как бы парень вот кого закидывает мужчина связанный уже избитый ему тут же мешок на голову упал обыск если вдруг на ком-то еще какая-то часть одежды все полностью раздевают и под шконки вот так вот набивали один из разработчиков вот этот у него было значит позывной Салах а так его зовут Сергей Шмаков видео ушло Гриш ушло а сейчас появилось вот сейчас появилось да вот и вот этот вот разработчик Сергей Шмаков он рассказывал что когда начали привозить с ИК-15 избитых заключенных осужденных опера пришли открыли кормушку и сказали сколько ты готов принять а он сидел там в 10-местной камере у него там было одно или два местных ну двух трех Шмаков сказал что за эти ночь и следующий день через его камеру прошло 28 человек то есть набивали как килька и сразу упал если он подчиняется разработчикам и человек уже сосломленный с психикой дальше ему уже листочек с ручкой и говорит все там пиши объяснение значит как все было там как нужно оперативникам вот эту картину бунта описывай там готов ты там на своих товарищей какие-то показания давать или в чем-то создаваться или нет а те которые отказывались соответственно то есть оперативники за этот сутки первые за двое они анализировали кто с характером кто не готов тех отправляли к самым лютым разработчикам которые дальше уже как бы пытали связывали подвешивали вверх вверх ногами вниз головой так человек привязанный к решетке висел по сутке двое суток висел разработчики убили как грушу вот то что произошло с кижиком андаром это вот самый резонансный случай пыток я рассказал об этом после этого уже как бы даже центрального аппарата СИН поехали туда потому что это садомия это ни в какие рамки вообще такого садизма я не слышал если честно я первый раз такой садизм услышал абсолютно то есть там связывали били тем более представляете этот парень он мусульманин же да по-моему этот парень это другой это Хержон Бакиев Хержикандар он тувинец а он тувинец да тувинец вот вот ему очень сильно досталось то есть там просто они вытворяли страшные вещи там они швабрами вениками там разрывали задний проход заливали туда этот красный чили перец ну все разъедало то есть что там происходило значит потом я фамилии имени не буду называть с интимными подробностями но одного из пострадавших вот уже установлено это уже как бы в материалах дела есть по очереди разработчики там реально как бы физически насиловали и выяснилось это в ходе допросов и проведения значит вот документов изымали их личные дела оказалось что четверо этих разработчиков которые принимали участие в реальных изнасилованиях они видимо фестированные а у одного то что там происходило это еще раз подчеркну да это садомия фашизм в чистом виде не имеет никакого отношения к агентурной оперативной работе и я вот за всю историю вот 10 лет проекту ГУЛАГу нет я с произволом там борюсь на протяжении лет там 14-15 я ни разу в жизни не встречал вот вот эту тему вот эту тему хорошо бы Вова хорошо бы развить вот эту тему насчет вот этих всех людей вот этих мужиков которые попали вот под этот беспредел и их изнасиловали изнасиловали чем попало кого как кого это и они понимаешь они в следующий если вдруг сядут или даже не надо уже садиться в тюрьму на улицу да пойдут у них уже будет понимаешь имя что он обиженный но это не должны быть они обиженные не должны быть они обиженные и я думаю я думаю что старшие братья все таки разберутся в этом в этом вопросе воры поставят в этом вопросе я думаю разберутся точку что вот именно вот в таких случаях кого изнасиловали вот на их месте вова может попасть любой абсолютно ты права не имеет значения любой человек это это уже понятно что у кого есть дух тот может просто взять и скрыться там или что-то и покончить жизнь самоубийством но не все же это могут сделать правильно не у всех же столько духа да ну и кто-то живет и хочет дальше жить семья есть жена дети вот их не должны считать обиженными не должны это это мое личное мнение я думаю с этим мнением многие согласятся что этих ребят нельзя обиженными называть и нельзя их из массы отталкивать ни в коем случае наоборот им надо дать наоборот показать вот этим всем что что этих людей мы оставили в массе и воры оставили их в массе и может быть в дальнейшем уже не будут это делать вот эти эти активисты они может не будут уже делать насиловать скажет их все равно не выкидывают мол там к обиженным ну как-то вот этот вопрос надо аккуратненько аккуратненько вот этот вопрос решить потому что жалко людей жалко мужиков ты знаешь последние последние месяцы у меня вот об этом очень сильно болит сердце и болит душа почти каждый день анализируя вот это происходящее вскрывая вот эти массовые пытки и коррупцию в Иркутском ГУФСИН для меня лично вот я считаю что самое страшное что было сделано это то что вот все эти разработчики оперативники они организовали вот эти массовые изнасилования и кто-то говорит десятки кто-то уже говорит вот кто там был что более ста мужиков которых привезли из УК-15 подвергли вот этим массовым конвейерным насильственным действиям в возвращенной форме и пользуясь случаем нашего с тобой совместного эфира этой темы ты очень важную тему сейчас затронул поднял нас с тобой очень многие люди смотрят и я знаю что вот те кто имеет вес и свое слово в преступном мире в среде заключенных пользуются авторитетом и уважением они тоже смотрят и обязательно я уверен посмотрят этот наш с тобой эфир я очень надеюсь вот я хочу обратиться ко всем кто нас слышит мы не должны смиряться с тем что вот эта команда разработчиков капа их кураторов оперативников этих оборотней в погонах что они поставили себя на место бога который начинает каким-то образом определять судьбу людей судьбу и это и мы не можем принять это и вот мое сердце моя душа я не могу этого принять и для меня эти ребята пострадавшие страдальцы они никогда не будут никакими ни петухами ни гребнями ни обиженными ни обычными ни униженными они должны быть в массе мужиков задача для всего цивилизованного мира и вот для тех то многое значит для очень большого количества заключенных мне кажется наша общая задача объединить усилия и сделать все возможное чтобы ни один из пострадавших не был отделен и выкинут на обочину жизни чтобы никто их подвергся унижениям мы наоборот должны объединить все усилия для того чтобы их защитить их защитить во всех смыслах этого слова чтобы никто не мог им ни одного грубого неприятного слова сказать и чтобы наоборот те разработчики опера вот все кто причастны к этому конвейеру наоборот им это зеркально зеркально все вернулось тем чтобы больше ни один из них чтобы им повадно не было нигде масштабировать ничего подобного то есть почему я так почти каждый день возвращаюсь при том что я делаю разные видео и про Саратов и про другие регионы где пытки и так далее но я возвращаюсь к этому Иркутску потому что Иркутск вот с этим нашим большим совместным всенародным таким общественным расследованием он должен стать отправной точкой после после которой изменится ситуация тем чтобы во всех лагерях во всех тюрьмах во всех СИЗО понимали что люди которые пострадали от беспредела от этого произвола от этих пресс-хат прессовщиков они они не должны быть никакими мы этого не должны принимать и не должны легитимизировать и принимать вот эти правила игры вот этих фашистов наоборот наша задача сейчас объединиться и победить и поэтому вот да вот мы с тобой и до эфира созванивались и эту тему обсуждали сейчас давай озвучим что я думаю я думаю вот я думаю это услышат и они кстати очень лояльны очень очень много из воров живут правда по совести и им очень многим небезразлична судьба мужика в России в лагерях где бы это не было в лагерях небезразлично просто мужики должны понять что вот многие мужики опустили руки опустили руки и они не верят уже ничему святому ничего справедливости ничего людскому они думают что нет этого а я хочу мужикам сказать что нет это есть людское есть есть люди которым небезразлично это все просто всему свое время потерпите чуть-чуть не опускайте руки они все это видят все это слышат но на данный момент такое плохое положение в России вот эта статья вот это все гонение вот это все и у них руки чуть-чуть связаны но 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 всему свое время и я уверен уверен что они правильное решение примут насчет вот этих ребят обиженных которых якобы они обиженные а они не обиженные потому что это с любым повторюсь может случиться с любым не имеет значения и они отнесутся к этому лояльно подойдут правильно и поставят точку правильно я в этом уверен я в этом уверен потому что среди них большинство большинство душ они очень лояльные очень добрые и очень вот с по-совести люди живут и они это услышат они это услышат они это увидят это видео сто процентов кто-то из них увидит и это их заинтересует и ты вот попомни мое слово вот насчет этого как раз этих мужиков которых изнасиловали чем попало вот за них будет разговор и их оставят в массе я так думаю что это будет так давай чтобы такой практичный был совет родственникам заключенных которые там переживают за тех ребят которые пострадали или если кто-то пострадал и уже вышел или выходит на свободу они понимали что в твоем лице в моем лице они могут найти защиту защиту да они к нам обращаются если у них у самих нет контактов и так далее но они хотят поднять вопрос и защититься вот от этой истории и развеять все вот эти сомнения и наветы которые организовали кап разработчики и оборотни в погонах вот эти вот из гусина значит давай тогда чтобы обращались к тебе или ко мне и будем делать все возможное да а мы будем помогать чтобы их услышали и чтобы они знали что есть поддержка их слышат их судьба не безразлична да и точно и точно абсолютно ни у каких капа ни у каких оперов там Игорь Макеев вот этот вот уже уволенный по дискредитирующим обстоятельствам бывший назывался хозяином знаешь там смотрел он себя называл знаешь в интервью в одном он сказал что я здесь смотрящий в тюрьме единственный смотрящий это я полковник Макеев так вот да вот этот оборотень у него мания величия абсолютно вот и он говорит что смотрящий я здесь буду решать соответственно кому гребни приколачивать кому не приколачивать вот все эти фашисты капы садисты Макеев Вольф Самара его там заместитель Патер Воробьев все эти опера которые там организовывали формировали эти пресс-каты разработчики чтобы они понимали что мы постепенно вычисляем полностью личные данные их фотографии все это собирается то что мы сейчас это не публикуем это вовсе не значит что это не будет опубликовано чтобы они понимали что за это будет уголовная ответственность и за это будет моральная ответственность и что ни у одного из этих мерзавцев и негодяев не было и нет никаких моральных прав брать на себя решение вопроса по судьбе человека по его статусу и так далее нет абсолютно здесь мы с этим они они никто чтобы решали судьбы этих ребят этих мужиков они они предатели интересов государственной службы они коррупционеры они садисты и они извращенцы они должны это по себе знать еще знаешь что я хочу сказать вот извини брат вот смотри я хочу это вот сказать вот чтобы активисты именно это услышали вот раз мы затронули тему что 9 мая да война была да во время войны во время войны когда вот что-то такое начиналось в первую очередь уничтожали предателей предателей вот это в зонах эти вот активисты завозы вот эти все вот эти все дневальные в первую очередь их убивали уничтожали расстреливали знаешь почему их расстреливали чтобы они же понимали государство понимало что они предатели они уже предали одних людей и перешли на другую они также могут предать их и перейти к немцам вот и перед войной многих вот этих сам сам само НКВД их расстреливало вот этих всех активистов завхозов всех этих вот всех ну кто помогал администрации они всех их расстреливали вот знаешь я в каком случае вот случай я тебе приведу такой вот когда немцы заходили окажется да заходили да вот начали они сперва Белоруссию взяли да потом Украину там же зоны были а в зонах были сидели арестанты и сидели активисты вот эти завхозы всякие да вот этих завхозов они всех перестреляли чтобы они не побежали в сторону немцев а простых простых заключенных вывезли просто вывезли в другие лагеря потому что они предатели а предатель если предал одних он предаст и других и вот я хочу к этим активистам обратиться что они они эти активисты извини за выражение они как презерватив который используют какое-то время а потом когда он уже свое как ну свое значение у него уже как бы испортится возьмут и выкинут так ждет каждого активиста просто чтобы они понимали на что они идут по нашей по моей информации уже целый ряд разработчиков как только сейчас произошли отставки аресты вот этих вот коррупционеров они и их сдали уже сейчас дают показания друг на друга кто быстрее добьется какой-то сделки чтобы срок поменьше и так далее но мой совет мой совет если уж мы заговорили как бы про разработчиков и про возможно их друзей и близких которые сейчас тоже посмотрят это видео как бы они обычно комментируют они об этом молчат вот но чтобы прекрасно понимали что конечно то что творили вот эти капы разработчики это очень страшно единственное как я вижу вообще выход какой-то минимальный это давать полные подробные показания и извиняться извиняться раскаиваться извиняться прилюдно не думая что что-то можно будет скрыть что-то не найдут найдем все найдем все опрашиваем почти ежедневно пострадавших уже целый ряд сотрудников из ГУФСИН из СИЗО из колонии начали уже информацию давать все уже поняли что вот эта мафия вот этот колосс на глиняных ногах который уверовал в то что они могут все сейчас все это разваливается и сейчас очень многие те которые были не согласны с этой фашистской политикой они сейчас будут давать показания и поэтому мой совет мой совет как бы здесь не играть в какую-то молчанку уже все как бы давай вернемся к тому с чего мы начали вчера с тобой разговор да зам начальника УСБ ГУФСИН по Иркутской области Александр Чепрасов задержан при получении взятки в размере 60 миллионов рублей вдумайтесь да буквально две недели назад новость прошла в Саратове там следователя следственного комитета задержали за вымогательство взятки несколько миллионов рублей у сотрудников УСИН по моим заявлениям проводят проверку в отношении садистов и коррупционеров из УСИН по Саратовской области и следователь имея в руках наше заявление материалы решает подзаработать в результате сейчас сам оказался в СИЗО за подзаработку по Иркутску тоже мы публикуем материалы рассказываем про хищение как лес похищается какие коррупционные схемы УСИН большую серьезную проверку проводит собирает материалы что там и свои коллеги оборотни в погонах замараны и целый ряд коммерсантов которые вместе с оборотнями пилили вместе лес вывозили в Китай контрабанда незаконная вырубка да да финансы легализации обналичка все все и что делает замначальник УСБ ГУСИН по Иркутской области Александр Чепрасов полковник он вместо того чтобы исполнить свой долг решает на этом нажиться и заработать на хапок 60 миллионов рублей почти миллион долларов я не знаю куда он собирался в какую страну он собирался на какие острова с этими деньгами валить но получилось так что коммерсанты обратились к своему серому кардиналу тоже там все не просто в Иркутской области к авторитетному предпринимателю который контролировал вот эти все контрабанды леса а у того начальник службы безопасности один из сотрудников у ФСБ и соответственно ФСБшники узнали что ГУФСиновцы хотят коммерсантов получить 60 миллионов рублей дальше оперативно-розыскные мероприятия посредник сел его задержали сейчас под домашним арестом и замначальника УСБ ФСИН уже взяли под стражу сейчас в камере СИЗО сидит и думает сдавать не сдавать своих сообщников то есть там полностью все его разденут до трусов все задерут абсолютно они вообще не понимают они до конца не поняли они подумали что мы сейчас все это скроем и еще на этом заработаем на резонансе ничего такого не будет ничего такого не будет потому что я так скажу нас не подкупить нас запугать мы в сторону не отойдем мы продолжим эту историю раскручивать а если будет постоять отклазка и материалы будут попадать а они уже попали секрета уже нет я потом писал мы материалы мы по Иркутску собрали мы уже направим в Страсбург в Европейский Комитет по предотвращению пыток Совета Европы и готовим целый пакет документов в комитет ООН против пыток то есть в любом случае международные инстанции правозащитные официальные очень мощные мы их оставим в курсе мы и дадим им полностью в руки весь массив документов и данных они в любом случае будут разговаривать с властями с руководством России и поэтому вот этих шансов на уровне Иркутска следователем прокурором что-то там замять уже не получится по моей информации сейчас уже как бы очередная комиссия и бригада из Москвы вот в эти дни вылетает и после майских сейчас новая волна уголовных дел подержание арестов пойдет по вот этой мафии которая обволокла ГУФСИН и использовала труд заключенных рабский труд который похищала и так далее то есть мы здесь это продолжим вот эту историю поэтому вот те кто нас сейчас смотрит из сотрудников следственного комитета прокуратуры ГУФСИН ФСБ по Иркутской области вы не думайте что сейчас резонанс стихнет и можно будет все это вернуть на круги своя ничего уже не получится то что напилили лес то что контрабанда была все остальное значит вот те кто этим занимался уже как бы вы этим заниматься не будете те которые били заключенных и выбивали из них показания чтобы звезды новые заработать перестаньте это делать мой совет вы не ждите когда за вами придут вы вспомните вы для чего надевали погоны для чего вы давали пятву присягу служить народу служить государству прекращайте вот этим всем заниматься потому что в этих камерах СИЗО очень нехорошо очень нехорошо и здесь в данном случае не позорьтесь потому что хоть вас пытаются сейчас каким-то образом там крышевать и защищать всех узнаем всех фамилии имена отчества как вот этого Александра Чепрасова его не хотели называть имя Александр Чепрасов он до этого до замначальника ОСБ ГУФСИН он возглавлял отдел по противодействию коррупции отдел по служебным проверкам 10 лет занимался вот этой особистской деятельностью внутри и конечно как бы его местные хотели прикрыть и не разглашать его данные но я еще раз подчеркну как бы кого там не брали под какую-то там вот эту секретку значит те люди даже неправильно не люди а лица те лица которые причастны к вот этому пыточному конвейеру и коррупции всех назовем дианонимизируем и ославим в кавычках поэтому не позорьтесь пожалуйста и не делайте так чтобы вашим детям и внукам было стыдно за вас наоборот сделайте все возможное чтобы это садомия извращения в Иркутске прекратились чтобы не позорить ни свой регион ни Россию вот объемно поговорили я с тобой согласен я с тобой согласен там знаешь что там я когда вчера читал там два-три человека по-моему какие-то вопросы нам задавали но только на твоем на твоем этом по-моему потому что у меня не получилось там правильно сделать там что-то или у меня тоже есть там вопрос какой-то но в принципе вот этот вопрос мы ответили как бы нашим зрителям да очень объемно да это же не последний наш разговор надеюсь что мы будем частенько встречаться частенько разговаривать частенько обсуждать еще звать там других тоже там людей чтобы как бы и мы потихонечку потихонечку все будем обсуждать давай да обсуждать я не думаю чтобы одним этим одной встречи все прям мы все не успеем это все одним этим абсолютно мне напоследок хочется сказать вот озвучить такую мысль что ну еще раз повторить ни у кого нет монополии на защиту прав человека никто не собирается играть в каких-то великих ютуберов царя горы где-то мы там кто-то там мы обычные люди абсолютно которые в первую очередь болеют душой сердцем за то что произошло которые тратим сейчас свое время свои средства для того чтобы это остановить и для того чтобы как можно больше людей объединить призвать к тому что ребята вот этот Иркутск это не Иркутск Иркутск это вся Россия и это то что может происходить и в России и во многих других тюремных системах постсоветского пространства поэтому давайте объединяться всем миром и давайте сделаем все возможное чтобы вот эти пытки прекратились и таких пыточных конвейеров на постсоветском пространстве вот этих вот садомий извращений страшных пыток этого больше нигде не повторялось а какие-то есть не молчите пишите в комментариях давайте собирать информацию это пресекать все вместе я вот я постоянно в роликах постоянно об этом кричу что мужики не бойтесь говорите рассказывайте сейчас вот смотри сейчас потихонечку уже так происходит что в лагерях в России телефонов не будет будут только автоматы вот через автоматы которые все могут так поговорить с своими родственниками правильно вот потому я раньше не было телефонов тоже в лагерях но все садились писали маляву и как-то выгоняли на свободу к своим родным близким а те уже отвозили по назначению людям а сейчас если мужики хотят до нас что-то довести донести они могут да пусть напишут маляву своему родственнику передадут на свиданки или где-то а родственник выйдя оттуда нам позвонит и расскажет что там творится как там чего там чтобы мы знали чтобы мы знали что там и пусть мужики не боятся говорят говорят но говорят правду не придумывают что-то и не наговаривают а говорят правду как есть и мы будем стараться помогать этим людям будем стараться помогать не оставить никого в беде никого да и здесь ну как бы если уж да ты сказал родственникам заключенных друзьям заключенных бывшим заключенным нужно нужно не молчать да нужно не рассчитывать на каких-то решал которые там не набирают последние забирают им нужно объединяться и писать правозащитникам нам самим ну я еще раз когда вот мы сделали вот этот сайт гулагу нет как платформу где каждый может зарегистрироваться для этого не нужны никакие там разрешения одобрения и писать гулагу нет его читают во всех центральных аппаратах в СИН в Минюсте я думаю что его читают поэтому здесь как бы да я не к тому что я рекламирую наш сайт что его рекламировать просто если кто-то напишет в своем собственном фейсбуке во Вконтакте в Твиттере ну прочитает это 100 человек тех людей которые к тюрьме не имеют никакого отношения если вы пишете об этом на ГУЛАГу нет пишите открытые письма обращения заявления становитесь сами правозащитниками не ждите что кто-то прилетит на голубом вертолете и бесплатно покажет кино в большинство в большинство учреждений это лететь невозможно объехать невозможно тем более мы понимаем что сейчас происходит с каждым годом все сильнее и сильнее закручиваются гайки все меньше свободы меньше прав человека все больше диктатуры и тоталитарный режим поэтому объединяйтесь не ждите когда вас разобьют по разным камерам объединяйтесь для того чтобы создавайте при каждом учреждении свои независимые какие-то родительские комитеты дружеские какие-то комитеты поддержки и пишите об этом на сайте ГУЛАГу нет на каких-то других площадках платформах создавайте профильные региональные группы в социальных сетях с тем чтобы шел постоянный обмен информацией делайте ютуб-каналы чтобы меня не пускают на свидание или я вышел там вот сейчас кого увидел там кого-то побили рассказывайте об этом сами становитесь правозащитниками сами а мы поддержим кто от нас зависит обязательно обязательно там Гриша опытом поделится я как-то с юридической точки зрения что-то подскажу информационно можем делать какие-то перепосты и так далее но давайте объединять усилия всего общества для того чтобы защитить права человека чтобы единство мы будем сильны только в единстве и только вот вместе правильно ты Вова говоришь это вот только и только так по-другому никак там еще знаешь в комментариях какие-то что-то хейтеры про нас писали и что-то друг про друга и просили прокомментировать я знаешь не будем мы не будем на уровень хейтинга и интрига опускаться пусть пишут что хотят бог им судья каждый из них свое найдет мы за то чтобы объединять хороших людей людей да и бороться против этого чем больше нас будет тем быстрее мы победим это зло да уважаемые подписчики уважаемые зрители я призываю вас поддержать вот наш такой большой диалог беседу такую душевную сердечную беседу которую сегодня мы провели с Гришей поддержите пожалуйста лайком на канале Гриши и на канале Гулагу нет прокомментируйте выскажите свое мнение пожалуйста что такой первый раз формат у нас мы начинаем возможно где-то какие-то у вас критика идеи мысли мы открыты и критики к вашим идеям объединяйтесь комментируйте пожалуйста делайте репосты в социальных сетях постарайтесь отправить эти ссылки тем людям которые каким-то образом около тюрьмы связаны чтобы они тоже посмотрели наше видео возможно какие-то мысли наши услышали услышали наши слова поддержки обязательно подписывайтесь на канал Гриша Московского подписывайтесь если еще не подписаны на канал Гулагу нет рекомендуйте пожалуйста наши видео просмотра потому что то что делаем мы делаем от чистого сердца от души и очень надеюсь что это поможет и если кто-то хочет поддержать материально потому что вы понимали да это достаточно затратно нанимать адвокатов юристов делать какие-то видео и так далее можете делать донаты пожертвования Грише Московскому на его канале на его благое дело чтобы канал раскручивался развивался можете заходить на сайт гулагу нет в раздел донаты поддержать и тоже делать пожертвования донаты потому что то что мы аккумулируем на эти деньги чтобы было понятно да мы эти донаты открыли буквально полтора месяца там назад два месяца назад до этого на протяжении десяти лет подряд мы это делали на свои деньги но с учетом того что у нас канал там с 30-40 тысяч подписчиков за год вырос до 115 тысяч подписчиков идет огромный рост популярности рост идет бешеный поток на нас информации ну извините я не миллиардер как бы да я что мог всю дорогу я делал как бы на весь на документации фильмы адвокатов отправлял много его сделал мы с женой посчитали если бы мы все деньги которые мы потратили на проект НКРФ который ФСБшники разрушили и на соцсеть ГУЛАГУ нет если бы я все это как бы вот мы прикинули плюс-минус значит на горячую линию у нас 8800 было там на поездке адвокатов можно было купить новую Феррари вот но да мы мы шутим мы смеемся мы ни в коем случае не жалеем ни об одном долларе евро и рубле который мы потратили потому что мы знаем что мы это делаем для того чтобы помочь таким же людям как мы чтобы ты понимал да Гриша об этом отдельно можно будет поговорить мы с Камилькой познакомились когда я был в СИЗО в первые полгода а ты где сидел в Матросске да по-моему слушай мы с тобой потом отдельно видео это расскажем но мы познакомились и потом три года ждала поддерживала меня ездила молодец дай Бог молодец то есть три года там были когда я был по ту сторону забора и вот в этом году будет 10 лет в октябре месяца 10 лет нашей свадьбе дай Бог дай Бог живем душа в душу очень очень хорошо поэтому я такой посыл что если кто-то там оказался да не бросайте наоборот ни в коем случае да там тоже много не слушайте никого каждый человек имеет и может ошибиться оступиться сделать что-то не так конечно но это вовсе не значит что на этих людях надо ставить крест наоборот 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 в Российской Федерации сесть в тюрьму это как ребята быть добру искренне самые добрые пожелания и поздравления с майскими праздниками впереди день победы это наш общий большой святой праздник и я очень надеюсь что мы вместе с вами объедим усилия и победим вот этих вот фашистов капот работчиков садистов предателей оборотней и сделаем все возможное чтобы пенитенциарная система в России на советском пространстве работала так как оно должно быть по международному законодательству в соответствии с всеобщей декларацией прав человека ООН в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека с тем чтобы через несколько лет у нас с Гришей были только очень какие-то интересные приятные темы для разговоров чтобы мы не возвращались вот этим страшным всем добра спасибо огромное за внимание Гриш тоже тогда да 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 всем всем спасибо всем кто будет смотреть кто посмотрит кто поставит лайки кто прокомментирует кто там чем-то поможет всем 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 огромное спасибо низкий поклон что вы с нами что вы поддерживаете нас что вы помогаете нам дай вам Бог здоровья всем дай вам Бог терпения благополучия кто находится там пусть все достойные все освобождаются ну и всех благ от Всевышнего Господа Бога всем всем желаю достойному люду и пусть все знают если я как бы я как то есть я хочу сказать одно чтобы все знали я как дышал и жил людским так и буду жить дышать и помогать и делать для людского что в моих силах дай Бог тебе здоровья самые добрые тебе пожелания спасибо за интересную беседу интересно с тобой было сегодня пообщаться я думаю что мы обязательно мне было больше интереснее с тобой я тебя слушал честно я очень много хорошего услышал очень много интересного ну и я думаю в дальнейшем еще больше и больше мы будем как бы друг друга дополнять рассказывать и помогать и делать все делать добро делать добро быть добру спасибо тебе большое спасибо уважаемые зрители и подписчики быть добру всех обнимаю